Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета Деметра, земля-мать греческой богини плодородия, идентифицируемая с римской Церерой. Она также покровительница материнства. Поиски Деметры дочери Персифоны или Коры, то есть девы, похищены Аидой, описаны Гомером в гимне Деметры. Поиски привели ее в Элевсин, где она вновь обрела свою дочь Персифону. Аид согласился отпускать ее на поверхность земли на полгода. Благодарность богине дала юному сыну царя Триптолему семена пшеницы и повелела ему обучить земледелю и людей всему свету. Эта легенда изображена на известном барельефе пятого века в Элевсине. Деметру связывали с довелинскими великими таинствами и ритуалами, представлявшими борьбу и смену жизни и смерти, а также мистическое возрождение через очищение от смерти. Культ Деметры был широко распространен, но особенно и поклонялись в Аркадии, на Сицилии и Книде. Когда наступало время Сева, древние греки устраивали в честь Деметры празднество – фесмофории, в которых участвовал главным образом женщины. Фесмофории сопровождались ритуалами, направленными на увеличение плодовитости людей, животных и плодородия природы. С развитием в Древней Греции виноградства к культу Деметры присоединился к культ Дионису. Атрибуты Деметры – это снопы пшеницы, корзины с цветами и фруктами, символизирующие богатство и плодородие земли, а также маки – символ сна и смерти. Ну вот так вкратце о Деметре. Пока-пока. До свидания.